Итак, продолжаем нашу серию выпусков про БМГ, ЭЦП, ЕСП. И данное видео посвящено ЭЦП. Как её получить удалённо? ЭЦП в данном случае нужна для получения услуг или для тех, кто сейчас хочет подать заявку на выплату 42 500 тенге. Вообще, три варианта есть, чтобы подать данное заявление. Не про ЭЦП, а про 42 500 тенге. Это первый сайт, 42 500 yenbek.izet. Тут можно отправить заявку. Также портал ЕГОВ и Телеграм-бот, который не работает. Соответственно, нам только два варианта подходят. ЕГОВ и первый портал 42 500 тенге. Но если нет ЭЦП и вы не зарегистрированы в БМГ, то это будет очень сложно сделать. Точнее, невозможно. Вам обязательно нужно вначале пройти БМГ. БМГ это база мобильных граждан. Об этом я рассказывал в прошлом выпуске. Если у вас не готов, номер не зарегистрирован, то обязательно вы должны проделать эту процедуру. Только потом приступать к получению ЭЦП. Итак, если у вас все готово, заходим на pki.gov.kz. Далее, получение ключа ЭЦП. Физические лица. Здесь видим, что нужно иметь при себе. Это оригинал удострения личности с фотографией, выданной в Республике Казахстан. Имеет сотовый телефон с возможностью получения входящего СМС-сообщения. Ваш персональный компьютер должен иметь веб-камеру и установить программу обеспечения NCLower. Но вы должны понимать, что это приложение работает на компьютере, на ноутбуке, на планшет, насколько понимаю, и на телефон не установится. Если у вас все готово, нажимаем «Подать заявку». Попадаем на портал EGOV. Тут также дополнительно все указано это. И вы должны обратить внимание, что операторы работают с понедельника по пятницу с 9 утра до 20.00 часов и в субботу и воскресенье с 9 утра до 14 часов. В другой период времени вы просто не дозвонитесь до них, потому что там никого и нет. Далее. Если все совпадает, все звезды сошлись, то нажимаем «Заказать услугу онлайн». И тут запрос идет на разрешение «Включить веб-камеру». Вы нажимаете «Разрешить». В данном случае я этого делать не буду, не буду занимать чью-то очередь. Но хочу коротко показать, что тут вам нужно будет выбрать, допустим, физическое лицо, ввести свой IN. После этого вы получите пароль на телефон, и его нужно будет ввести и продолжить весь процесс регистрации. И если не ошибаюсь, то вам также понадобится скан вашего удострения. Если нет, то скана на компьютере, то сделайте фотографию очень качественно, с двух сторон. И соедините, допустим, в Paint или в Photoshop. Скорее всего, это понадобится вам для регистрации ЭЦП, электронной цифровой подписи. Ну, на этом все. Надеюсь, помог. Дальше вы уже просто пройдете всю процедуру. Для тех, кто переживает, что не смогут пройти процедуру, или для них это видео до конца не было понятно, то вы можете просто вниз промотать. Тут есть два видео о том, как получить ЭЦП удаленно. Если вы зарегистрированы уже в базе мобильных граждан, или если не зарегистрированы. ИГОФ уже это все подготовил. Вы можете просто посмотреть эти два выпуска. Они вам помогут. Если остались какие-то вопросы, то пишите. Подскажу.